Добрый вечер, уважаемые товарищи, дорогие друзья. Хочу напомнить нам всем, что 8 лет правления партии коммунистов для нас, для коммунистов и для всего общества построение европейской перспективы состояло в жизни доброполяточной, в благосостоянии людей. Для нас, для коммунистов, европейская перспектива состояла в том, чтобы дать людям, гражданам Молдовы, достойную жизнь, старикам обеспеченную старость, молодым перспективу. Мы строили школы, детские сады, развивали экономику страны, инфраструктуру. Но сегодня мы здесь собрались для того, чтобы сказать, что Европейский Союз, который поддерживает последние 4 года сегодняшнюю власть, привел в Молдову нищету и коррупцию, преступность и беззаконие. К сожалению, европейская мечта сегодня в Молдове практически не существует. С последними заявлениями Басевску можно сказать, что забит последний гвоздь в гроб молдавской демократии, молдавской перспективе. Поэтому мы здесь хотим сказать, что то, что творит сегодняшняя власть под знаменами Европейского Союза, есть не что иное, как обман нашего народа, предательство нашего народа. Буквально вчера президент Румынии Басевску заявил о том, что, в принципе, сбросил маску с себя, потому что заявил, что ближайшая цель проекта Румынии, это является поглощение республики Молдовы. Я уверен, что граждане нашей страны ни за что не хотят стать людьми второго сока, не хотят стать батраками у румын. Поэтому мы должны сказать, что жесткое нет такой политики, которую проводит страна Европейского Союза. К сожалению, Жень Николай, который носит фамилию еще Тимофти, сегодня с распростресными объятиями встретил Басевску. Вместо того, чтобы выгнать его, не пустить в нашу страну за такие декларации, он расцеловал его. Это предательство не только страны, это предательство народа. Поэтому сегодня мы еще раз обращаемся к европейским структурам, к тем, которые 4 года гладили сегодняшнюю власть. Что, к сожалению, сегодня у граждан нашей страны европейская мечта, как они ее называли, ассоциируется с бедностью, с коррупцией, с беззакониями и преступностью. Мы не можем это терпеть. Вильнюс наконец-то лопнул. То, что они обещали, что случится чудо, случится рай в республике Молдовы. Вильнюс случился. Это мыльный пузырь. После него наступит реалия жизни. Мы убедимся, что то, что обещает сегодня, обещали власть в Вильнюсе, это все предвыборные обещания. Это очередная сказка, которым власть хотят обмануть народ перед выборами. Сегодня для нас важно, не только здесь перед зданием Европейского представительства и Европейского Союза, но для всего народа сказать, что Молдова имеет перспективу. И перспектива Молдовы не связана с Европейским Союзом. Перспектива Молдовы не связана с сегодняшней властью. Для нас мы должны обратить внимание на восток. Запад для нас уже закрылся. Поэтому я предлагаю все вместе объединить все усилия. Сегодня, в ближайшее время, выступить вместе за Молдову.